Монархия Бурбона восстановлена. Наполеон увезен на остров Святой Елены. Его маршалы и сановники вместо «да здравствует император» говорят «да здравствует король». Им не хочется расставаться ни с щенами, ни с привилегиями. Впрочем, их, верой и правдой служивших империи, никто и не собирался преследовать. Преследовали других. Тех, кто штурмовал Бастилию, кто не забыл, что Марселья – зареволюционный гимн, кто во времена Наполеона оставался верен заветам своей мятежной молодости. И, разумеется, тех, кто хоть в какой-то мере был причастен к решению конвента о казни короля. Указом от 12 января 1816 года цареубийцы были приговорены к высылке из Франции. Две недели спустя кавалер Ордена Почетного Легиона Жак Луи Давид покинул пределы своей родины. В его багаже аккуратно заклеенная бумагой картина. Называлась она «Смерть Марата». Вместе с лепелецея на смертном ложе, вместе с эскизом, клятвой в зале для игры в мяч, она должна была теперь сопровождать всылку своего творца. За дня убийства Марата прошло 23 года. Друг народа по-прежнему был страшен власть имущим. В своих ранних работах Давид отдал дань и мифологии, и классицизму. Но уже в 1781 году из Рима художник привез картину «Велизарий, просящий подаяние». Гражданскими мотивами было проникнуто полотно, посвященное полководцу, оклеветанному, разжалованному и ослепленному своим императором. А годом позже настал черед клятвы Горациев. Все началось с представления трагедии Корнеля о героических римлянах. Последняя сцена спектакля. Старик-отец обращается к народу с просьбой защитить его сына, отстоявшего честь и свободу родного города. Она произвела на художника сильнейшее впечатление. И тут же он делает карандашные наброски. Гражданский пафос классической трагедии Корнеля полтора века спустя после ее написания вновь зазвучал современно. И не один только Давид был потрясен высокими идеями гражданского подвига, воплощенными в знаменитой пьесе. В начале Давид решил изобразить поразившую его воображение заключительную сцену спектакля. Но потом отказался от этого замысла. Ему виделось нечто более важное, более значительное. Ему хотелось рассказать о деянии. Напомнить о том, что люди должны быть верны общественному долгу. Найти, пусть хотя бы в античности, образцы для подражания. Легенда гласила, в тяжкую минуту, когда Отечеству угрожала опасность и решался вопрос о том, сражаться или примириться с рабством, три юных героя, три сына Горация, вступили в смертельный поединок с врагом. И они победили, но только один из них вернулся домой. Самый высоконравственный момент этой красочной легенды, рассказанной римским историком Титом Ливием, выбирает Давид. Клятву героев перед боем, клятву отцу, клятву Родине. Впрочем, если быть точным, не выбирает, а домысливает, ибо у Ливия нет ни слова о клятве в доме Горациев. Ничего лишнего, ничего уводящего от главного. Такой виделась Давиду композиция. В Италии, в Риме завершает он картину. Когда выставляет он ее в 1785 году в Салоне, она сразу становится знаменитой. Три человека и единый порыв. Три человека и единая воля. Во имя отчизны клянутся они победить или умереть. Решительны и мужественны их лица, крепки и мускулистые руки. И на алтарь Отечества приносят защитники свободы в свои верные и доблестные сердца. Свобода или смерть? Победить или умереть? Мог ли представить себе тогда Давид, что всего лишь через несколько лет боевой клич «Свобода или смерть» прозвучит над всей восставшей Францией? Что перед тем, как отправляться на фронт, солдаты в волнении будут глядеть на Горациев? Что наряду с Марсельезой один из символов восставшей против самовластия Франции станет именно его картина. Он увидел это собственными глазами. К тому времени прославленный автор клятвы Горациев, чьей мастерской обучались десятки художников, был уже и сам деятельным участником, всколыхнувших всю страну событий. Его гений приблизил революцию. Так под аплодисменты собравшихся заявил 28 октября 1790 года член общества якопинцев Дюбуа-Кронце, предлагая поручить Давиду запечатлеть для потомства то, что после веков тирании Франция сделала для них. Речь шла о знаменитой клятве в зале для игры в мяч. Изгнанные по приказу короля из дворца малых забав, депутаты третьего сословия собрались в пустовавшем помещении, в Версальском зале для игры в мяч. Они поклялись не расходиться, пока не будет выработана Конституция, и добились своего. Более 10 метров в длину, более 7 метров в высоту. Такой должна была быть величественная картина для будущего зала заседания Национального собрания. Давид не сумел ее завершить по независимым от него обстоятельствам, но подготовительные рисунки и несколько эскизов он все же сделал. Он запечатлел депутата Бальи, выступающего с обличительной речью против Людовика XVI. Изобразил других участников исторического совещания. И Робеспьера, и Мирабо, и Баррера, и Сиеса, автора знаменитой брошюры «Что такое третье сословие» и многих-многих других. Художник и раньше одним из принципов своего творчества провозгласил верность натуре. Теперь он хотел быть верным и историей. Реальным событием, реальным людям посвящает он свое творчество. Порыв ветра на его рисунке, всколыхнувшей занавеси в зале, молния, прорезавшая небо за окнами, были не символикой, а совершенно реальной деталью. Действительно, в момент клятвы грянула гроза. Никогда еще художник не жил такой напряженной и полной жизнью, как в те бурные годы. Первые годы революции. Счастливым и полным надежд был Давид. Он восхищался энтузиазмом народных масс. Он жадно искал приложения своим силам. Признанный глава новой художественной школы. Создатель нового стиля, который войдет в историю под названием революционного классицизма. Яростный противник академических штампов. Он отдает свое огромное дарование народу, совершающего революцию. Когда в январе 1793 года в конвенции депутаты поименно отвечали на вопрос, следует ли казнить короля, Давид твердо и коротко говорит «да». Но небо надежд потемнело. Революция вступает в критический период. Возникают разногласия по вопросу о казни короля между двумя партиями. Среди вождей революции, тесно связанных с народом, наибольшей славой и доверием пользовался редактор и издатель газеты «Друг народа» депутат конвента, доктор Жан-Поль Марат. Это именно он во всеуслышание заявил «Не будет свободы, не будет безопасности, не будет мира, не будет покоя для французов, не будет надежды на освобождение для других народов, пока не будет отрублена голова тирана». И это он изо дня в день в своей знаменитой газете повторял, что действенны только революционные меры. Голос Марата – это был голос революции. Марата нельзя было ни запугать, ни подкупить. 20 января 1793 года гвардейцами короля был застрелен один из циреубийц, друг Давида, республиканец Лепелецьеда Сен-Форжо. «Сен-Форжо – это хорошо, говорят главари контрреволюции. Теперь нужно убрать с дороги и Марату». Марат был тяжело болен, но даже и больной он продолжал выпускать свою газету. Добрый, отзывчивый к людям, он охотно принимал тех, кто обращался к нему за помощью. И именно этим воспользовались его враги. 12 июля 1793 года Давид был в гостях у Марата. Он дружил с ним. Одним из первых стал в конвенте на его защиту, когда жерандисты попытались учинить расправу над любимцем народа. Болезнь причиняла Марату большие страдания. Он принял Давида и еще нескольких членов конвента в ванной комнате. Вода немного смягчала боль, и Марат теперь нередко целые часы проводил в ванне, даже работал в ней, кладя поперек широкую гладкую деревянную доску. Марат держался бодро, уверял, что начинает выздоравливать. На следующий день случилось непоправимое. Незваная гостья была настойчива, и когда ее не пустили к Марату, он чувствовал себя в этот день особенно скверно, пришла во второй раз к вечеру. Превратница не хотела ее пускать. Она знала, у Марата был трудный день, он устал. Но посетительница настаивала. К несчастью, их разговор услышал Марат. Незадолго до этого, в половине восьмого, почта доставила ему письмо. «Я из Канны. Ваша любовь к родине должна внушать вам желание узнать о замышленных там заговорах. Я жду вашего ответа». Марат приказал пропустить посетительницу. «Ваше имя?» «Шарлотта Корде». И она вонзила нож в грудь Марата. Он лежал, откинувшись на покрытую белой простынью спинку ванны. Правая рука его безжизненно свисала, а в пальцах было еще зажато гусиное перо, воткнувшееся кончиком в пол. В левой он держал листок бумаги. Письмо Шарлотты Корде. Из-под полотенца, которым он повязал голову, выбивались пряди черных волос. Рот был полуоткрыт, лицо выражало страдания. «Наш взор еще ищет его среди нас, депутаты», заявил на следующий день гражданин Геро, глава делегации от народа, пришедший в конвент выразить свою боль и соболезнование. «А он мертв и покоится на смертном ложе». И, обращаясь к Давиду, Геро воскликнул. «Где твои кисти, Давид? Ты запечатлел для будущих поколений облик Лепелетье, погибшего, чтобы его родина была свободной. Ты должен написать еще одну картину. Ты знаешь, какую, Давид». Впоследствии Давид скажет, «Я услышал голос народа, и я повиновался ему». Как изобразить страшную минуту смерти Марата? Только мужественная простота и правдивость может помочь добиться цели. Не ужас перед смертью, а гнев против убийц должна была вызвать картина. Ему хотелось передать не только облик павшего бойца, но и величие человека, чью смерть оплакивала вся революционная Франция. С покрасневшими от слез глазами стоял Давид у тела борца за свободу, глубоко потрясенный случившимся, всматриваясь в его лицо и занося в свой блокнот черты сраженного трибуны. Другом народа, отдавшим жизнь за его счастье, таким был Марат. Таким и хотел увидеть его на своем полотне художник, погибшего, но не побежденного, человека, воодушевленного высокими чувствами, который жил и боролся ради того, чтобы народу жилось лучше. Три месяца пишет картину Давид. Он почти документально точен. Все как было. И ванна, и смертельно раненый Марат, и листок в его руке, и деревянный чурбан рядом с ванной, и чернильница, и бумаги. Торжественный реквием напоминала картина, суровый и героический. Еще ни в одном из произведений Давида не было так глубоко выражены идеи гражданского мужества, самоотверженного служения революции, свободолюбия. Строги и просты были краски. Кто умирает за отечество, тому не в чем себя упрекнуть. Думал ли Давид о том, что трагедию всего народа запечатлел он в этом лучшем из своих полотен? Догадывался ли он, что не только над Маратом, над самой революцией, занесен уже нож ее убийцы? 14 октября закончил свой портрет Давид. А месяц спустя, когда прах Марата был торжественно захоронен в пантеоне, художник преподнес картину в дар конвенту, так же, как до этого портрет Лепеллицьеда Сан-Форжо. От платы он отказался наотрез. Пусть его побежденные враги, скажет он в своей речи в конвенте, еще раз побледнеют, увидя его искаженные черты. Пусть позавидуют судьбе того, кого не сумев подкупить, а не имели подлость убить. И добавит, матерей, вдов, сирот, граждан Франции, вот кого он защищал с опасностью для жизни. Может быть, на какой-то недолгий срок Давид действительно поверил корсиканцу. Может быть, проявилась свойственная ему слабость, неустойчивость, просто усталость. Ведь еще в 1799 году он написал картину Собинянки, которая призывала к отказу от борьбы к примирению. Так или иначе, но бывший художник революции становится художником Наполеона. Он создает портрет будущего императора. Изобразив его, как тот и требовал, спокойным, на вздыбленном коне. Эффектным, красочным, внутренне бесстрастным был этот портрет. Впрочем, как почти все картины, написанные Давидом во времена Наполеона. Он преуспевал при Наполеоне, официальный первый живописец императора. Парадные, торжественные, помпезные холсты требовал Наполеон, заботившийся о прославлении собственной персоны. Художник писал и эти огромные торжественные полотна. Писал и портреты. Слава его росла. Большие сюжеты, большие чувства ушли в прошлое. Впрочем, их не было и в жизни. Вряд ли автора Горациев могла вдохновить коронация Наполеона. После Ватерлоу в страну снова возвратились бурбоны. Он мог бы и не ехать в ссылку. Для этого ему следовало лишь обратиться с прошением королю Людовику XVIII. К тому самому, графу Д'Артуа, по заказу которого он незадолго до революции написал картину Парис и Елены. Несомненно, что для него, как для целого ряда других покаявшихся, сделали бы исключение. Тем более, что на это намекал в разговорах с некоторыми друзьями Давида и сам новоявленный король. Весьма возможно, что Людовик XVIII и Карл X были не прочь, чтобы Давид написал нечто вроде коронации Наполеона, но, разумеется, о законных величествах. «Мы вовсе не требуем, чтобы ваш друг покаялся», заявил министр полиции Карла X в ответ на просьбу Гро, одного из учеников Давида, разрешить художнику вернуться на родину. Но нужно, чтобы он изложил свою просьбу соответствующим образом. Соответствующим образом означало, что следовало написать просьбу о помиловании на монаршее имя. Давид не желал этого делать. Он ответил, «Мой дорогой Гро, не говорите мне больше никогда о каких-нибудь демаршах с моей стороны для того, чтобы вернуться. Об этом не может быть и речи». А двумя годами ранее Давид написал своему другу Мунгесу, «Я был выслан на основание декрета. Я возвращусь назад только на том же основании». И, вспоминая о временах Горациев и Брута, он говорил, «Я делал то, что должен был делать. Я был в таком возрасте, когда знал, что я делаю». Лишенный гражданских прав и имущества последние годы жизни он проводит в Брюсселе. Днями трудится в мастерской, а вечерами любит слушать музыку, посещает театр. Умер он 29 декабря 1825 года. Французские власти запретили хоронить его во Франции. Только через пять лет было разрешено захоронить сердце художника в могиле его жены на парижском кладбище Пер-Л'Ашес. Но картины Давида выставлены в Париже, выставлены в Лувре. Клятва Горациев, коронация Наполеона I и его автопортрет, написанный после поражения революции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова